Доброе утро, Красноярск! Как вы успели заметить, на улице немножко побагровело, посерело, посерело, как я люблю говорить, и пошел снежок пробрасывает, такой легкий, может быть, видно, не видно, но синоптик Кудько сказал, делай свое дело, говори в дуду, а я покажу снег, покажи ему снег. И хочу обратить внимание автолюбителей, что на каждом шагу, вот мы сейчас проехались по центру и приехали на улицу Аэровокзальная, стоят сотрудники ДПС, да, а парковка на БКЗ и вовсе перекрыта. Но вернемся к освещению событий предстоящих выходных, и сейчас мы стоим рядом с молодежным центром Пилот, где в эту субботу, 2 апреля в 19.00 состоится немузейная ночь, вторая по счету. И почему мы в повязках, и чем примечательна вторая по счету немузейная ночь, расскажет ее организатор, утренняя, какая еще, снежная замерзшая Юлия Милеева. Юля, нащупываю микрофон. Все, я все, да, я слышала. Доброе утро, в общем, про немузейную ночь, второй раз мы ее действительно организуем, в этот раз у нас тема «Игра слов». Но почему мы в повязке, я все-таки расскажу. У нас в том числе будет эксперимент под названием «Шум», который делает команда «Дружба» и с вами всеми, наверное, тоже любимого доброго центра, доброго дела, молодежного центра. Вот, что они будут делать? Они возьмут 20 человек с собой в одно помещение, и эти люди будут узнавать друг друга не так, как мы привыкли, да, ну, вообще мы с вами видим друг друга. Они также будут в повязках, будут разговаривать и делать друг о друге какие-то умозаключения мнения именно по тембру голоса, по восприятию и так далее. То есть будут пальцами по щекам водить? Нет, они будут просто разговаривать. Организаторы будут задавать им вопросы, и они в парах между собой будут обсуждать какие-то темы. А пары МЖ или ММЖЖ? Там не важно, они просто будут разговаривать. Да, и в конце кто-то может так и остаться инкогнито, снять повязку и убежать, а кто-то может остаться и обсудить, насколько было комфортно общаться, как воспринимать человека не глазами изначально, а именно на слух. Вот такой эксперимент у нас интересный. Ну, я могу посоветовать тем, уже, давайте поднимем. Да, могу посоветовать тем, кто придет, все-таки воспользоваться парфюмом, почистить зубы. Да, это немаловажно. Юля, кроме того, что вот такой интересный эксперимент будет с повязками, что еще ожидает посетителей Немузейной ночи? Ожидает, во-первых, выставка молодых художников красноярских, во-вторых, целая программа в зале, нашему любимому. Что у нас будет? Музыкальная, поэты? Да, у нас будет две музыкальные группы «Кэдди пахнет деревьями и галия», «Театр за белой стеной», поэтические перформансы, танцевальные перформансы, в общем, все, что нужно. И главное, что эти люди все будут играть со словом, в общем-то. Но я знаю, что «Театр за белой стеной», который представляет не тривиальные постановки на сценах, на площадках нашего города, представит такое продолжение своего первого спектакля, эссе на тему «Матрос». Да, «Матрос» – это один из героев, их жителей за белой стеной. Да, и, в общем-то, они расскажут о том, кто этот герой, откуда он появился, что у него происходит в голове, там, с музыкальным сопровождением все будет очень интересно. Спасибо большое, Юлия Милеева, организатор второй «Немузейной ночи», которая пройдет в эту субботу, 2 апреля. 2 апреля? 2 апреля? Да, так все символично. В 19.00 молодежный центр «Пилот», а снег заснегопадил уже, как будто бы не март, а как будто бы октябрь. Юля, спасибо большое, что сегодня подзамерзла с нами немножко, проснулась. Дорогие телезрители, передаю слово в студию. Марина, Саша. Продолжение следует.